Адвокаты Михаила Сопленова настаивают на его невиновности. Белгородский областной суд накануне вынес решение о продлении срока ареста еще на три месяца. Защитники просили отпустить подозреваемого в пропаже двух девушек под домашний арест. Ситуацию прокомментировала один из адвокатов Сопленова Анастасия Малыхина. Срок ареста Михаила Сопленова истекал 21 мая. Однако органы предварительного следствия вышли в суд с ходатайством о продлении задержания. Мы возражали против продления срока содержания под стражей. До сих пор следствием не предоставлена обоснованность подозрения Сопленова в совершении инкриминируемых ему преступлений. Так как до сих пор не установлен факт, что данные преступления были совершены. Факт убийства пропавших девушек, факт смерти. Суд удовлетворил ходатайство. Срок ареста продлен на три месяца. В СИЗО подзащитной Анастасии Малыхиной проведет не все время. В июне Михаила Сопленова этапируют в Москву. Федеральный центр психиатрии и наркологии имени Сербского. Для прохождения психолого-психиатрической и сексологической экспертиз. Процедура сложная и долгая. В стационаре молодой человек проведет месяц. В случае, если в ходе экспертизы будет выявлено, что у Михаила есть какие-либо психические расстройства, то судом будут назначены ему принудительные меры медицинского характера. Даже если будут эти принудительные меры медицинского характера, должны быть веские доказательства, что он причастен, что он совершил, и потому что вот у него есть такие наклонности. Адвокаты Михаила Сопленова настаивают на невиновности своего подзащитного. Проверяли на детекторе лжи. Проверку он прошел. Показало, что он не причастен. Ничего, никаких доказательств. Михаил по-прежнему жалуется, что к нему применяется психологическое воздействие, физическое. Он об этом заявлял и в судебном заседании, и в суде. Им пишутся жалобы, но эти жалобы даже не регистрируются в СИЗО, работниками СИЗО. За время следствия было проведено более 50 экспертиз. Опрошены десятки свидетелей, обследованы километры близлежащих лесов. Сейчас ждут результатов экспертизы одной находки в лесу. 26 марта поиски в лесу они принесли колодки стали женские и нож. И вот эти вещи были направлены на экспертизу. Розыск Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой продолжается. Поиски ведут полицейские, родственники и волонтёры. Конечно, все мы ждём развязки данной ситуации. Мы надеемся на то, что в ближайшее время истина по делу будет установлена. Мы надеемся, что девушки живы. Мы как защитники, также его родители, и что этот кошмар наконец-то закончится как для родителей пропавших девушек, так и для семьи сопленовых. Ольга Шалыгина, Евгений Левошко, Ирина Чуликова, 9 канал. Субтитры делал DimaTorzok